Добро пожаловать в гости на канал! Давайте приготовим вкусный салат из доступных овощей. Нам понадобится пекинская капуста. Буквально 4-5 листика, но можно воспользоваться и обыкновенной белокочанной. Если у вас старый урожай белокочанной капусты, то когда нарежете, слегка ее помните, так она будет нежней. На листьях пекинской капусты я слегка срезаю утолщение, тогда она будет нежней и нарезка получится красивая. Листья разрезаю на несколько частей и нарезаю тонкой соломкой. Если вы на моем канале впервые, загляните в плейлист и вы найдете для себя много интересного. Холодные закуски, горячие блюда, красота, здоровье и выпечка. А если понравился канал, то обязательно подписывайтесь и заходите в гости. Утолщенные срезанные части от капусты я также нарезаю тонко. Пекинская капуста нежная и хорошо гармонирует с другими овощами. Если у вас есть наличие редиса, его можно добавить в салат. Его можно натереть на крупной терке или нарезать. Крупную разделила на 4 части и нарезала, а мелкие на 2. В салат также добавляют свежие огурцы. Строгих пропорций в этом салате нет. Добавляйте то, что считаете нужным и количество, какое вы желаете. Огурцы нарезала так же, как редис. Разделила на несколько частей и нарезала. А это любимый, вкусный и полезный сельдерей. Нам понадобится один или два стебля. Мы его почистим и нарежем. Сельдерей придаст пользу и вкусности нашему салату. Стебель разрезаю на несколько частей и нарезаю. Полное описание количества ингредиентов для этого салата будет в описании под видео. Загляните, посмотрите. А также приглашаю вас в гости на творческий канал Валентина Никита. Ссылку я оставлю в описании под видео. В салат добавляю репчатый лук, но взяла полголовки. Его можно нарезать полукольцами, четверть кольцами или мелко. Если вы не любите свежий лук, вы можете его замариновать. Репчатый лук, конечно, он на любителя, но в этот салат вы также можете добавить и чеснок. Все дело вкуса. Добавляю в этот салат два небольших томата. Помидор разделила на четыре части и нарезаю некрупно. Два вареных куриных яйца можно натереть на терке или нарубить. Добавляю фасоль консервированную полбанки. Слегка подсаливаю, добавляю перец и заправляю майонезом. В этот салат также подойдет консервированная кукуруза или горошек. Салат хорошо аккуратно перемешиваю. Он у нас готов. Можно подавать к столу. На этом все. Пока-пока!